Его друг выставил сначала его племяннику, потому что этот племянник уже учился в университете в Питере, ну, в Санкт-Петербурге. В дальнейшем он, видимо, привез все эти рукописи своему отцу, Визингу. Ну, межадр сначала, это Афанасьев Алексеевич Куратым, братьевому, а потом уже он передал своему сыну, Стефану Афанасьевичу, который священником был в Визинге. И он действительно их хранил. А его дочь Людмила вышла замуж за у нашего ученого Сидорова, может, слышали, Сидоров такой был. И он обратил внимание, что хранятся такие рукописи, нигде не опубликованы. И он его впервые опубликовал еще в 1932 году, а потом уже подготовил большое издание. Но, к сожалению, вышло оно к юбилею 100-летнему Куратова, не под его авторством, а под другой фамилией, потому что его в это время в 1937 году арестовали, то есть перед тем, как не успел он их при жизни опубликовать. Но двухтомник вышел к юбилею, он тогда впервые еще. А вот этого не было. Да вообще никто не знал даже о нем до 30-х годов. Ну сколько там, 50 или 60, сколько лет прошло. Да. Ну, при жизни только вот он публиковал несколько стихотворений, вот уже под псевдонимом Гугом. Это в Вологодской губернии ведомостях, это такая газета как бы выходила, ну, типа журнала тоже. Это она, они освещали, мы же тоже входили в Вологодскую губернию, наш край тоже такой, поэтому там его опубликовали. Ну, это вот единственное, несколько штук, несколько стихов. Вопросы есть? Там уже поход столько, что... Анна Георгиевна специалист по родосомной, как это все делается, кому интересно, можете... Да, я возьму мастер-класс, мастер-класс. Да, потому что, смотрите, видите, скопировать бы. Да, я могу подарить вот эти, которые я уже размножила, потому что, если кто желает, вы можете просто для себя, как памятку. Передать след, можно оставить. Вы современные, вы современные показывали. А сейчас перед, перед... Сверх, кто перед... Нет, вот это нужно. Вот эти, да. А вот это было условное, да, это у меня, конечно, Нимана Николаевича... Да, да. Да, вот его мама была, Антонина Куратова и так далее. То есть, это по поколениям возрастает. Мне тоже можно подарить. Да, возьмите. Вот, Ивана Михайловича. Спасибо. Надо церапортировать, потом... Да, все мне говори. Ну да, если кто муртает, они трудные. Одно оставь. И потом все дай. У нас... Тут я даже вот список составила, уже опубликованных, родословных, если кто заинтересуется. Может, даже среди ваших родственников кто-то уже занимался, чтобы повторно не искать сведения. Уже может что-то, где-то опубликовано. Это интересно, можно посмотреть. Я так думаю, что вы делаете настолько большую работу, которую мы, может, даже сейчас не сможем оценивать, а наши потомки, наши предки, ой, наши, скажем так, те, которые за нами пойдут, вот для них это очень-очень важно, так же, как составление любых родословных. Потому что дети и их дети должны знать, вообще народ должен знать свои корни. Без корней нет будущего, да? Поэтому низкий вам поклон вообще за эту работу. Я не могу все это убрать, потому что я считаю, что мне оставили что-то, мои предки дать... Я должна была просто даже... Потому что у меня в основном-то архив как-то оказался, думаю, это нельзя просто так оставить, что-то... Это работа до тысячи восемь лет. Мне же вы потом помогали, и в московском архиве две никак-то не стали сведения. Мне очень было приятно с вами пообщаться, у вас такая теплая компания, и вообще, как-то все люди такие доброжелательные, аккуратно важные. Спасибо вам. Это очень приятно. Короче, просто очень захочула... Мы же родом с Украины, и, конечно, нам было интересно узнать. Вечер, на самом деле, прошел в очень теплой обстановочке, мы очень много интересного узнали. Не зря автономия украинцев выбрала именно Куратова Ивана Алексеевича под единый рушник, украинский рушник. Это Таран Шевченко, это Пушкин и Куратов. Да, мы тогда собирались и решали, что кого взять между Славием и Куратовым и выбрать Куратову. Потому что, да, в марте месяце будет... И еще одну минуточку, у нас приятное. Ну, все, такое приятное. Не все, наверное, знают, что у Елена Васильевна вчера будет день рождения. Поздравляем! 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 Спасибо, не хотела вспоминать, я не праздновала, я болею. Итак, я не зарастительная, так просто, да. Продолжение следует... Продолжение следует...